Новости государства телеканала Западная Армения. Здравствуйте. Короткий обзор новостей на сегодня. Обращение министра иностранных дел Республики Западной Армения депутатам Сената Франции. Вопрос возвращения беженцев на оккупированные территории Арцаха прежде всего должны поднять власти Армении. Левон Айрян. Права выбора жителей изданных из Арцаха будет обеспечена законом. Запасы урана на озере Ван. В Ахалкалакии отметили праздник осеннего урожая. Западная Армения выражает соболезнования. Чемпион мира по шахматам Мария Макарчан завоевала также звание чемпиона Европы. Устав Организации Объединенных Наций и весь спот международного права является результатом договора, обязательным для подписавших его государств. Факты были заключены для того, чтобы выйти из ситуации войны всех против всех предлагающих добрую волю государств. С этого момента военные ситуации возникают именно потому, что некоторые государства не выполняют обязательства, на которые добровольно согласились. Нарушение международных прав человека является ярким примером страдания армянского народа, особенно если это приводит к ситуации с двойными стандартами, в частности признание Армении как государства 1917-1920 годов и иное применение Северского договора 1920 года. В действительности соглашение, подписанное под эгидой Франции, было полностью реализовано по всем статьям, в том числе в рамках французского мандата в Левате, за исключением части, касающейся Армении. Более того, если многие государства, возникшие в результате распада Османской империи, сегодня являются членами ООН, то Армения 1920 года, которая была воюющей стороной и участвовала в освобождении этих государств, до сих пор считается не только объектом проекта 100-летней покупационной программы, где был осуществлен геноцид для предотвращения реорганизации единого армянского государства. Найти всеобъемлющий прочный мир и восстановительность справедливости в Армении невозможно без применения международного права, который в 1920 году обеспечил признание армянского государства правоприемником которого является Западная Армения. Быть рядом с Арменией означает нести именно этот правовой пакет, который армянский народ получил в конце Первой мировой войны, что и привело к армянскому государству 1920 года, более чем 34 государствами, в том числе и Турции, 25 июня 1920 года. Лица, изгнанные из оккупированных территорий Арцаха, длительное время обращаются к правительству Республики Армения и ООН с требованием представить им статус беженца, чтобы иметь соответствующий статус для возвращения в свои населенные пункты. В ООН ответили, что решение этого вопроса находится в ведении правительства Республики Армения. Об этом сказал председатель общественной организации Воима Гадрута Левон Айлян, касаясь заявления Никола Пашиняна. Согласно седьмому пункту заявления 9 ноября, внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Касаясь этого вопроса Никол Пашинян, на последнем заседании правительство сказал, можно проверить, какие условия создал Азербайджан и какие шаги предпринял до безопасного возвращения тысячи жителей Гадрута и других армянонаселенных территорий Нагорного Карабаха. Азербайджан не предпринял никаких шагов в этом направлении, что является грубым нарушением седьмого пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. По словам Левона Айляна, гарантии должен дать не Алиев, а Никол Пашинян, подписавший документ от 9 ноября. В начале 2022 года ряд граждан, изгонав из города Шуши Арцаха, также обратились к президенту Западной Республики Армения Арменаку Абрамяны и соображения защиты своих нарушенных прав. Учитывая ряд важных обстоятельств, а также то, что Шуши признан частью Западной Армении, по распоряжению президента для перемещенных граждан были составлены пакеты, которые были представлены в Европейский Союз по правам человека. Сейчас на различных международных площадках ведутся работы по полной защите их прав. 14 ноября на заседании Постоянной комиссии Национального собрания Арцаха по государственно-правовым вопросам был обсужден пакет законопроекта о внесении изменений и дополнений в избирательный кодекс о внесении изменений в закон о рефендуме. Об этом сообщает информационная служба Национального собрания Арцаха. Согласно заявлению, принятие пакета обусловлено захваченными территориями Арцаха необходимостью обеспечить права голосования жителей Арцаха. Предлагается составить списки избирателей по адресам места учета избирателя, а списки избирателей, имеющие гражданство Республики Арцаха или Республики Армения, на оккупированных территориях по адресам местонахождения. Таким образом, создать благоприятные условия для организации голосования. Самая глубокая точка озера Ван – 471 метров. Средняя глубина – 171 метров. Озеро Ван – самое большое озеро в мире, насыщенно содой. В новостях, связанном с озером Ван, большое внимание уделяется жалобам на загрязнение. К сожалению, мы часто становимся свидетелем, как экосистема озера Ван подвергается уничтожению из-за сточных вод и мусорных свадок. Тем не менее, озеро Ван имеет большой спрос в сфере туризма. В лабораторных анализах, проведенные Махмедом Амановым, доктором-профессором факультета кафедры химии Ефратского университета, научно доказано – в озере Ван обнаружен раствор урана. В одном литре образцов, взятых из вод рек Тигрис и Ефрат, был обнаружен 1 микрограмм урана, а в 30 различных участках озера Вана обнаружено 76 микрограммов урана на литр воды. Предполагается, что элемент урана будет использован в области альтернативной энергии и обеспечит 70% производства электроэнергии на атомных электростанциях в будущем. В Западной Армении часто освещает экологическую катастрофу озера Ван, однако появилась еще одна проблема – это обнаружение урана, поскольку вполне вероятно, что турецкое руководство решит использовать запасы урана и доведет озеро Ван до высыхания. Это еще один вызов, который Западная Армения должна преодолеть международными инстанциями. Под песней и танцем в молодежном центре Ахалкалака отметили праздник осеннего урожая, демонстрируя урожай и плоды. Мероприятие проходило во дворе молодежного центра под открытым небом. Были продемонстрированы все сельскохозяйственные культуры, выращенные в Ахалкалакском районе. Основными экспонатами были картофель и зерно. Воспитанниками молодежного центра были подготовлены традиционные хапама, похинь и пенир папаси. На праздничном столе помимо перечисленных блюд и овощей была разновидность соления и сухофруктов. Также ученики приготовили под сопровождение песен, танцев и чтение стихов различные блюда. Западная Армения с радостью констатирует сохранение культуры и традиций на коренных армянских территориях. Это яркий пример настоящего армянина, который не унывает и даже в трудных условиях сохраняет армянский дух. С глубокой скорбью сообщаем о преждевременной кончине брата председателя Национального собрания Республики Западной Армении Нелли Арутюнян Каджика Арутюняна. Президент Республики Западной Армении, правительство Национального собрания выражает соболезнования коллегии и членам семьи, разделяя горе. Спокойся с миром, дорогой Каджик. Светлая тебе память. Мария Макарчан, член женской сборной Армении по шахматам в борьбе юношеского чемпионата Европы до 18 лет, проходящего в Анталии, обеспечила титул чемпиона. Ранее в этом году Макарчан, победив всех своих соперниц, стала чемпионкой мира среди девочек до 18 лет. Западная Армения поздравляет армянскую шахматистку с победой. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра.